здравствуйте дорогие друзья вы смотрите канал максима шевченко и сегодня меня в гостях по вашим многочисленным просьбам валерий соловей валерий здравствуйте здравствуйте максим сразу с места в карьер начнем вас есть ощущение что этот мир стал рушиться и от него отваливаются куски привычный нам мир там который сложился после 80 я уточню мир в россии или мир вообще глобальным да есть ощущение перехода это действительно переход и переход он идет пока еще без большой крови без землетрясения но на ощутим и вот пандемии она просто это ощущение скорее проявила перехода чем дала толчок это неправда что она сама изменила все по себе то есть переход начался на самом деле в 90-е годы я думаю что это было во многом связано может быть даже в основном с крушением советской модели социализма и после этого поехали изменения самые самые разнообразные они не есть не всегда связаны то есть допустим там технологической революции не было связано с геополитическими переменами но они наложились вот возник кластер перемен и в этом смысле я след за валер стайном повторяю я думаю что он был провидцем когда он сказал где по моему 90-е года что начался переход переход откуда-куда к новому качеству мира вообще к новому качеству давайте туда с ним потому что мне кажется это очень важно вот какое было старое качество и каково будет новое качество и можно ли говорить о том что вообще что мы знаем какое-то новое качественное можно конечно лучше всего начать с ответа на последнюю часть вашей реплики мы не знаем мы не знаем какую-то новое качество но если у нас есть вера воля и желание построить мир такой каким мы хотим мы можем на что-то повлиять то есть если мы чувствуем себя агентами перемен субъектами перемен агентами духа истории как горюла да 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 не отменял абсолютно верно при причем я прекрасно понимаю что наши намерения планы будут вступать намерение в конфликт с намеренными планами других субъектов перемен и то что в результате образуется будет похоже не совсем не на наши планы но тем не менее это сознательная деятельность людей это очень важно от какого состояния мира мы уходим я думаю мы уходим от довольно понятного упорядоченного мира каким мы его наблюдали в 80-е годы ну вот в середине 80-х годов не только геополитическом плане социокультурном плане хотя тот мир уже выглядел чересчур устоявшимся мне кажется что пик того мира который мы с вами застали и знали пришелся как раз наверно годы нашего детства может по 60-е годы двадцатого века это было максимальная максимальная бы сказал зрелость что ли причем зрелость и цветущая сложность этого мира а уже свой к 80-м годам он стал несколько упрощаться я понимаю что все это звучит несколько абстрактно но и для совершенно для взрыва людей здесь очень важно иметь личный опыт мы с вами говорим об этом обсуждаем имея личный опыт и многие вещи мы сказать ловим на ощущениях вот я вам что-то говорю или вы мне у нас есть общий багаж там общая память и мы это на ощущениях ловим для других к сожалению или к счастью надо объяснять и они до конца не поймут но зато они гораздо лучше будут понимать новизну мира потому что этот новый мир он входит все-таки некий конфликт с нашими вот с моими допустим личными ценностями устремлениями и объясню что я имею ввиду я вижу технологическую революцию она колоссальна но я вижу как эта революция приводит к упрощению и объединению природы человека как она ведет к снижению уровня интеллекта я могу судить по студентам с которыми я очень много работал даже дело не в том что они глупее это неправда я думаю что процент тубников идиотов каждом поколении более-менее одинаков а в том что вот вся гигантская культура которую выработала там европейская и вообще мировая цивилизация концу 20 века она раз исчезает интерес сместился совершенно верно и это очень хорошо заметно еще заметнее по моему соединенных штатах значит там есть колоссальная разница между студентами условно основной массы вузов да и студентами которые учатся в элитарных заведениях вуза велик вдруг понимает что университеты которые всегда были элементом антисегрегации потому что получал высшее образование и тем самым преодолевал социальную любую дискриминацию превращается в инструмент сегрегации сейчас вот есть то о чем умер то и к говорил своем таком трактате новое средневековье когда он как раз именно университеты приводил в пример говорю что они будут играть роль таких новых монастырей хранилищ сакрального знания и производства нового человеческого материала идет об элитарных университетах где студенты читают книги они читают большие тексты это психологически сейчас неразрешимая уже задача для многих молодых чтение становится один из важных фундаментальных навыков совершенно верно социального даже развивающие абсолютно верно это отличие людей способных выстраивать какие-то стратегии до планировать от людей которые у которых памятник там у золотой рыбки визуализируют да потому что когда я там про просил своих студентов прочитать что-то ага сколько там ну 5-6 страниц это уже для многих это уже много понимаете то есть у них локус внимания но с какой-то с крошечным в этом мире будущего чего будет больше свободы или не свободы конечно там будет огромное количество ограничений но люди не будут этого понимать потому что если они ограничены уже изначально да если они не получили даже не в том что достаточно образование если у них нет воли к получению знания от получения знания это не просто его превращение это на самом деле преодоление самого себя очень часто да потому что чтобы что-то получить новое вы должны часть себя отвергнуть это такие диалектические переходы и если вас удовлетворяет статус-кво вы играете вы выросли в метам мире из которой пронизан геймификации и для вас это и есть мир для вас это огромная иллюзия но вот то что в индуизме там майя называется да вот вы живете в этой громадной иллюзии изме симулякор симуляк да ради бога применимо это и другое определение вы не знаете какой мир главное у вас нет желания прорваться у вас нет воли к истине вот это очень кажется точно нет воли к истине и естественно вас нет воли к борьбе то есть как ни крути валерий получается что шопенгауровская формула мир как воли и представления остаются актуальны а на двадцатый век на вот все вот эти попытки преодоления на все времена я объясню почему потому что даже чем бы вы не имели дело хоть или в область культуры занимаетесь ли вы наукой занимаетесь ли вы политикой сначала стоит ваша экзистенция вы хотите прорваться внутренние внутренние я вы хотите прорваться или вы не хотите прорваться сначала всему предшествует акту познания акту культурного творчества творчество вообще волевой акт вы хотите это и вы начинаете дел ну вы знаете вот о чем мы сейчас говорим мы говорим об олдосе хаксли и новом дивном мире который нам советское время это же книга который может многие современные и не читали уже люди сериал который я недавно посмотрел американские новые он про другое он про сексуальную свободу про там разница между моногамностью и условно говоря оргиями но по сути ведь хаксли писал не о социализме как мне допустим казалось в юности когда я прочитал он написал о дивном новом мире который вы описываете да но и в котором люди сливаются системой настолько что их экзистенция просто она исчезает и становится даже криминальный в каком-то смысле да ну и ханарен тоже писала не совсем о советском и германском тоталитаризме конечно же уборишь сказать далеко идущий замах да и в общем 384 это тоже не совсем о советах это уже вопрос пропагандистской во многом интерпретация так что да вы правы этот мир становится площадью он упрощается но если там можно вспомнить генона да то вполне применим для описания того мира который надвигается и вот у меня есть ощущение что там вот есть группы людей которые оказались в положении римлян на которые на развалинах в грима вот рим еще не разрушен стоят и храма стоят здания ну приходят варвары и смысла в этом уже никто не видит вот в этих зданиях где библиотеки где какие-то боги все это забывается очень быстро пока не разрушается но в этом нет уже никакого смысла и в каком-то даже не в каком-то прямом смысле мне кажется наша цивилизация да вот она сейчас вот тот самый античный рим я очень люблю метафору и гидар джамальевич любил метафору темной башни у стивена кинга меня по романов где люди живут как бы в мире в котором там есть условно берете телефон пистолет машина и некие артефакты которые не называют предметы древних которые выдают какие-то роботы ходят зачем они как они работают что с ними делать люди уже не знают они утратили это понимание они живут на развалинах как будто древнего мира от которого осталась какая-то часть и смысл их жизни по крайней главных героев которые поняли суть это дайте разрушить темную башню и иначе убить алого короля который является таким как бы символом символом антимира символом злой воли ну это грубо говорю но в современном мире кто является этим алым королем ведь вы описываете мир в котором все же не могут жить такой ситуации вы описываете мир рабов по большому счету который не поняла но они не понимают но и будут же господа кто будут господа этого это очень интересно я думаю что во многом это действительно будет финансовая элита она по-прежнему остается там главенствующей группировкой мировая финансовая элита другое дело что ее круги все-таки не могу сказать что совсем герметичная но они не склонны к расширению то есть они предпочли бы сохранять не просто свой статус кого за счет закрытости некой и это очень хорошо заметно для англосаксонской первую очередь элиты ну впрочем для европейской тоже но может быть меньшей степени плюс есть действительно разного рода такие непубличные иногда их называют секретными что не вполне правильно непубличные организации где вот эти элитные группировки представлены таких непубличных организаций влиятельных мире существует около полутора десятков я имею типов бейдельбергского клуба не совсем или это как раз уже брендирована просто это 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 некая скорее переговорная площадка где собираются люди представляющие различные организации которых но я имею ввиду когда полтора десятка я имею ввиду идею христианской цивилизации я не знаю что допустим мире ислама распространяются ли они на мир ислама условно на китай китай я не знаю китай это в этом смысле насколько я знаю для этих организаций во многом табуля раса вот там нет у них есть там какие-то представительства какие-то филиалы но я так думаю что в китае все эти организации в любом случае контролируются цккпк у меня есть такое подозрение глубокого максим их не совсем тогда они достаточно влиятельны насколько я знаю для того чтобы сохранять свою автономность и даже суверенность но дело в том что эти организации не составляют мирового правительства у них есть некие цели причем очень часто эти цели не столько приобретение богатства и даже не столько сколько как ни странно познание природы человека может быть совсем не странно и трансформация природы трансформация и трансформация природы человека причем эти организации как правило имеет очень старую историю это давнишние организации ну из мы там допустим знаем о тех которые на слуху масоны масоны это не влиятельная организация пик ее влияния остался уже далеко далеко в прошлом то есть вот герцог кенский который возглавляет английскую большую ложу не они уже не очень влиять нет есть другие организации тоже орденского типа они гораздо более влиятельные и в общем если там знаете условно их состав или догадываетесь то вы обнаружите что да как раз входит сливки общества западного общества но туда не принимают сливки российского общества ну сливки в кавычках это ужасно раздражает россиян тех кто считает что он бога за бороду ухватил и вот название повести пелевина крайняя битва масонов щекистами а на самом деле вот выражает это непреодолимое стремление очень сильное стремление тех кто стал властями россии прорваться вот в эти круги то есть они вроде как попасть вроде как бросает они абсолютно уверены но они знают здесь не надо быть они знают что существуют эти организации эти клубы закрытые они хотели бы стать их членами но почему не принимают но это самый главный вопрос на него есть масса вариантов ответа потому что первый вариант ответа кто вы такие вы собственно говоря сначала как говорится были коммунистами потом сказали что вас партбилет хранится в сейфе потом вы стали честного деникина и колчака а сейчас вы кто такие каков ваш статус это первый вариант второй вариант какой а зачем вы нам нужны правда от ответа на эти два вопроса и зависит статус человека кто ты и ну какова твоя миссия во-первых для те членов этих организаций до характерно чувство ответственности исторической то есть это преемственно историческая ответственность за нацию за некую миссию они этого не чувствуют своих потенциальных российских визави и у тех кто хотел бы стать этого нет и второе них называют ворами да ты вор я вот знаю доподлинную историю когда из одному из богатейших людей россии не далее как этим летом который пытался наладить контакты с американцами но ввиду грядущих перемен возможных грядущих перемена в американской власти насчет ему сказали в вор мы с вами вообще никаких дел тут хочется уточнить пусть поймут меня правильно зрители в моем вопросе нет никакой этнической составляющей по еврейской линии или по чекистской линии вор нет вот это влияние его было его влияние по все-таки благодаря его действительно удивительным талантом в области финансового инженеринга но он человек действительно с большими способностями по-настоящему с большими ну и плюс благодаря этим способностям он становил связи с там с верховным руководством россии которую он смог очень удачно конвертировать но у него очень хороший финансовый ум это правда он талантлив но дело даже не в этом да вот в том как они к этому относятся и точно также они относятся допустим не только к российским новоришим независимости от их этничности хотя на самом деле личность имеет некоторые значения да и допустим если вы евреи то вы можете там вы быть апеллированным членом какой-то из еврейских рассказала споручиться главный радиусы и он нас совершенно верно это это возможно да вот это вот этническая сеть она существует это правда она кстати существует и для многих других этнических групп относительно небольших просто эта сеть не столь влиятельная не столь известна нормальный человеческий абсолютно верно это радиус доверия это это радиус этничность может влиять на радиус доверия вы доверяете или нет вот но не доверяя точно так же и тем кто считает себя там щитом и как это в советское время щит и меч партии до тем же самым чекистом они не доверяют и глубоко их презирают и это создает очень серьезные проблемы скажем для сугубо такой даже профессиональной деятельности спецслужб российских потому что было время когда джентльмены почти как фильмах о джеймсе бунде они договаривались действительно договаривались были некие переговорные площадки но сейчас площадке остались допустим вена да а договариваться уже с нашими не хотят что-то они как-то себя не так ведут нити служат они непонятно кому непонятно зачем то есть есть очень много вопросов то есть непонятен мотив вероятного противника или партнер мотив может быть как раз слишком понятен но в этом паре мальчиком понятен в это ощущение что он скрывает за собой что-то в этом мотиве нет ничего что для них характера нет никакой вопрос на принтер они просто хотят денег и власти как сказал один человек про элиту российскую а в глазах у них бабы и бабки неужели это правда или это просто прикрытие больше нет нет имперских амбиций я думаю что на 99 целых 99 сотых это это справедливо но это не по отношению ко всем справедливо я знаю людей у которых вполне есть устремление выходящие вот за рамки этого горизонта и весьма все великой россии например знаете я бы это сформулировал может быть проще они бы хотели оставить след в истории и след в истории вы не можете оставить тем что вы обворовали страну ну точнее вы оставите след ну какой они хотели бы оставить добрую память я помню разговора у меня было несколько разговоров с людьми которые входили в то время там первую двадцатку списка форбс ними говорю о том чтобы они хотели и могли быть теоретически сделать сделать хорошие действительно были грандиозные планы когда я спрашивал их ну и что же вы пошли там до пустыне что вам мешает агита ты знаешь год в кремле то это никому не нужно и в этом смысле они правы потому что никто в россии не решается вступить в конфликт с властью вы не сможете выстроиться если вы крупный бизнесмен свой альтернативный проект если как допустим вы и я такие знаете полу маргинальные интеллектуалы из за счет нашей маргинальности или полу маргинальности мы можем что-то делать попытаться создать какие-то идеологические культурные смыслы направлять какую-то по на большому счету нечего терять кроме жизни и свободы да нет это конечно очень важны но свобода от материальных активов а сделает тебя гораздо свободе к это правда вот и иисус христос не хотите ничего потерять ничего не имеете да а вот ну представь себя эти люди все прекрасно знают что в двенадцатом году был там в фсб создан специальный отдел вот именно в двенадцатом году когда были волнения на болотной этот отдел следит за там сотни первой сотни или первыми вот за 150 там с членом русского форса на один только предмет не их не интересуют те кто следит берут они взятки или дают взятки финансирование оппозиции да политическое инвестирование их интересует только одно и если вы не дай бог решили кому-то там помимо воли администрации президента помочь это станет известно а дальше вам грозит полная катастрофа не факт что она реализуется но вам грозит потому что если доложит в окажу садарковского абсолютно верно и я знаю вот эпизод когда одному из очень близких мы делали еще людей когда он пытался его уговорить изменить политику ему сказались ну не владимир владимирович там спустя несколько дней люди из этого ведомства сказали слушай кайка ходорковского еще не остыла ты хочешь как вы понимаете это очень сильный аргумент да и это непреодолимое препятствие на пути их всех идеальных устремлений если таковы есть у некоторых есть как я сказал плюс помимо вот тех кто правит россии финансовым политическим смысле есть огромная масса стоит на огромное чиновничество средней руки вообще они бы хотели много изменить они бы хотели много изменить это условно уровень начальников департаментов министерства и замначальников но изменить не рискуя положение они не они не готовы рисковать своим положением но если речь идет допустим о реформировании страны ту проекты реформ надо доверять им не тем кто придет извини не тем кто допустим даже как я обсуждает что можно было изменить людям которые реально застройку или потому что переструйка то есть начальники департаментов то вам надо они хотели бы они хотели бы тоже сделать карьеру но перестройка она ведь сопровождалась тем что полички контроль по крайней мере на первых порах до оставался в руках партии в руках руководства партия те перемены которые у нас будут происходить ближайшее время они общем начинается уже они пока не очень видны просто то есть сейчас идет ожесточенная схватка бульдогов под ковром прям смысла слова грязня они подбираются к шеям друг друга вот эти бульдоги вот сейчас настоящий момент уйти будет это те кто борется за преемчество власть путина кто назовите да пожалуйста это ковальчуки это тимченко это игорь иванович сечин это патрушев и есть еще несколько людей ну да кстати тот же самый дмитрий анатольевич медведев шаг не странно абсолютно верно и сергей кожу гетович тоже вот света где-то около дюжин до более или менее блядных и собянин он на время был списан перо он был обласкан потом он был списан сейчас он наконец нашел себе новых союзников у него традиционный союзник чемизом и сейчас новые появились союзники и они борются причем они борются самыми интересными способами ну помимо тип типичных там интриг и наушничества ну что вот собянин допустим он пол жертвой наушничества когда во время первой волны пандемии он стал вводить ограничительные меры маски причем по требованию путина владимир владимирович через неделю стали ходить люди говорить он много на себя взял он взял на себя президентские полномочия он как президент посмотрите что же такое и это сработало вот помимо наушничества они прибегают к оккультным средствам я кстати несколько не шучу то есть вот обращается да кто-то обращается к услугам шаманов допустим сибирских кто-то приглашает шаманов из латинской америки там служители они вас употребляют то есть можно себе представить что заседание какого-то крупного политического мероприятия сопровождается айвазской и шаманскими путешествиями тогда визионерскими да нет но заседание совета безопасности россии конечно так не проходит ну да понимаете но есть ведомство и в зависимости от ведомства там значит тот или иной оккультный стиль предпочитается то есть не то что есть такая преобладающая человеческие жертвоприношения нет по счастью но черная магия не обязательно предполагает чечки жертвоприношения она предполагает про пролитие крови так можно говорить да черный петух и черный козел жертва приносится да у лиха беда начала есть есть обряд он довольно популярен сейчас москве в узких кругах когда к его конечный этап это извлечение из черного козла сердце то все это убогая лида от красной ниточки кабалы которую мадонна пропагандировала перешла теперь к черным козлам и черным петухам эти она ищет вот спрос на это резко стал нарастать 14 года последний год носит какой-то феерический характер а потому что они ощущают что ситуация меняется там почва выходит из-под ног статус кого изменится кардинально никто не знает как изменится и они ищут любые инструменты вот любые доступные инструменты для того чтобы сохранить свои активы свое положение обращается естественно там к магии к оккультизму к православию которую они рассматривают тоже как разновидность магии именно так куда принес дар там святой шина в ответ очень такой да очень при высшей степени примитивной такой пускай первобытный подход к христианству и проблема для них в том если разговаривать водой древо абсолютно точно если мы об этом загрешивание никак не могут найти того мастера или мастеров которые в реальности что-то могут они знают что такие мастера есть они знают что такие мастера есть но никто не знает кто настоящий кто бы дал им посвящение или кто открыл бы им до и по бурзу организовал вам тайна органе нет они не ищут вот это очень интересно значит я когда беседовал я собственно почему этим заинтересовался у меня была идея написать книгу о том как оккультизм и магия влияет на российскую политику ну знаете написать таком академическом вполне ключи этом проследив как это было в истории россии двадцатого века это было это нам николай подавшим традиция да там много чего ну я познакомился рядом людей которые в этот процесс включены дастам со стороны условно чудотворцев там сил тьмы как угодно их называете некоторые из них шарлатаны мошенники но есть люди которые обладают некоторыми я бы сказал способностями вызывающими удивление и когда я стал заинтересоваться а вот у вас чего просят может быть кто-то у вас просил познание истинное проникновение в тайны ответом не был гомерический хохот и ты знаешь никто никогда ни один человек при их колоссальных ресурсах за этим не обращался их интересовал где только две вещи до двадцатого года как увеличить свое состояние и сделать усилить свои властные позиции сейчас двадцатого года как сберечь вот два вопроса насчет истинное будущего нет нет никого никогда не занимала кажется это многое говорит об их как раз экстенциальном начале ну да это конечно отсутствие опоры и отсутствие личностного такого внутреннего смысла деятельности стержня до или этот стержень нас поэтому не цепляются за сталина пытаются сыровать себя с советским союзом с николаем вторым с колчаком с деникиным самыми противоречивыми фигурами которые между собой были абсолютном конфликте в реальной истории они их вытягивают такими концептами в современную там маннергеем допустим ну вот все лишь бы что-то как такие крючевы вход идет все вход идет все что с их точки зрения пропагандистском смысле легитимируют их власть а в неком таком эзотерическое оккультном что способна им обеспечить основания глубинное основание этой власти они кому угодно могут обратиться вот кому угодно к духу стали нам весна как он нет нет я помню как в анекдоте не дай бог он он вернет что с нами будет единственно кто для них конечно антипатичен глубоко это ленин потому что для них вообще антипатично революционная традиция вообще она субстанциально для них неприемлема потому что эта традиция разрушения статус-кво и ленин для них вот стали нам они готовы условно иметь дело в пограничных партнер проговорил да а ленин заложил мину подошел наверно с лениным не дай бог потому что ленин это олицетворение разрушения статус-кво разрушение старого порядка и это чистая правда там с исторической историко-политической точек зрения а вот им нужен тот кто там типа консервировал порядок восстанавливал ее поэтому конечно сталин ближе как и александр 3 в общем ближе чем александр 2 вы понимаете что александр 2 проводил реформы нам взгляд он и висалина неправильно понимают я не вижу как как а как консерватора я вижу как революцию который довел смысл и революции просто до как бы логического ну так они же стали жарить настоящий диалекте они же видят зависимости от своих во первых мыслительных способностей а во вторых от своих прагматических потребностей это чрезвычайно важно и они могут придать какой угодно смысл ну надежды нет получается то есть мы живем в ситуации где со стороны власти за отсутствием посылов смысловых продолжений истории возможно только усиление террора только усиление диктатуры мы не должны наши надежды связывать с властью мне кажется да наши надежды должны быть связаны с нами с нами разума должна связываться надежда не разницу но опасения свой опасения склопа серия части самые и самые серьезные опасения это правда но тем не менее ощущение что уже сейчас власть подошла к пределу своих условно-репрессивно-административных возможностей но можно еще кого-то арестовать можно но проблема же не будет решена не проблема транзита беспрепятства не проблема экономического роста так как не будет давайте порассуждаем давай вот смотрите выборы полностью можно фальсифицировать реально у оппозиции за исключением там там походили пошумели там ресурсов немного медиа все находятся под контролем и все находятся на содержание репрессивный аппарат тотален по стране сталинская нквд которым так нас любит пугать даже и не мечтал да и не хотел собственно такой тотального контроля над всем над этим что и может угрожать бизнесмена вы сами говорите но не бизнесмен а вот эти списка форумс все как говорится стоять сидеть бояться понимаете там в чем угроза где-то сила которая в русской в российской империи был по крайней мере огромный социальный запрос 80 процентов населения на модернизацию люди хотели из соломенных хижин перейти там не знает квартиру условно говоря тоже как валер стайн вы упоминали это он цитировал макса вебера что модернизация это собственно желание деревне стать городом по большому счету процесс модернизации так можно перейти из настоящего в будущее города был будущем да максим я вас прекрасно понимаю где-то силы которые служат я думаю что против того что главный враг человека это сам человек к главный враг системы это сама система поскольку ее дееспособность все время снижается почему потому что одни элементы системы вступают в противоречие с другими если вы допустим хотите с помощью репрессии а такая идея была она реализуется усилить эффективность госуправления то есть вы начинаете там возбуждать дела на вице губернаторов арестовать губернаторов примеры нам хорошо известно то результат оказывается прям противоположным вот этот метод который работал как считается работал в 30-е годы сейчас приводит к пролечу госаппарат кто является я повторю свой вопрос кто является субъектом запроса на модернизацию на перемены запрос на перемены колоссален судя по социологии этого года и конца прошлого года запрос на перемены сейчас разделяется более чем двумя третями общества возможно уже тремя четвертями такой же высокий запрос на перемены был последний раз 90 91 года я не говорю сейчас о последствиях перемен да и о том как они будут происходить если этот запрос и есть колоссальный запрос на свободу это тоже социология фиксирует другое дело что нет ярко выраженных субъектов перемен вот если бы мы об этом заговорили до имеющих и какую-то политическое лицо мы имеем вещи в россии старе был великий спящий русский народ который пробуждали пробуждали он проснулся и началась история по большому счету а сейчас нет великого спящего смотрите русские села мертвые деревни мертвы городские люмпины только формально на самом деле на называют себя народом они совсем по-другому мысли ты совсем по-другому чувствуют вы занимались много русским вопросом я читал много ваших работ и но на самом деле вы должны наверное согласиться сам со мной что это сознание она достаточно виртуализирован она не привязана к почве вас даже книга называлась кровь и почва русской истории по моему почвы то нету кровь тоже понимаете выдумано достаточно концептов дофигища там от миши ремезову до егора холмогорова или до вас там или левые допустим как он геннадий зюганов написал столб русской истории я говорю там о русском народе а субъекта где максим не нужен целостный идеологический нарратив для мобилизации к более того как раз разрозненность нарратива то что он фрагментарен и даже внутренне противоречиво это его преимущество поскольку нарратив должен обращаться самым разным слоям общества и этими слоями восприниматься как свой да это такой постмодернизм но он современную эпоху но это интересно но современную эпоху он современную эпоху очень хорошо работает насколько я представляю ситуацию люди в принципе готовы к восстанию они готовы что-то пока и сдерживать не призываем спасибо можно рады как платошка до запаковывать квартиру давать к восстанию против современного мира они готовы то есть готовность очень высокая что-то пока их сдерживает никогда невозможно вот в процессе понять что можно привести массу объяснений но окончательно становится известно тогда когда терпение перестала работать и появляется новая динамика здесь есть аксиома политической массовая динамика непредсказуемо мы не знаем чего она начнется но как раз опыт допустим хабаровска да где три месяца длился протест опыт защиты там шихана куштау опыт многих локальных протестов показывают что потенциал значителен но нужен триггер хабаровске и то был локальный триггер до в башкире это был локальный триггер но тоже сильный значит когда была борьба против мусорного полигонов шли су там тоже был сильной логали триггер inter это может быть как одновременное появление нескольких сильных локальных триггеров такие появлении сильно обще национального триггера что и может быть Вот давайте навскидку. Вот идет ползучая девальвация рубля. Мы с вами наблюдаем. Он девальвирован на 20%. Министр Мантуров говорит, что это хорошо, это на благо экономики, что, конечно, бессовестное вранье. А теперь представьте себе, что происходит его еще обесценивание, причем очень быстрое, в течение недели, еще процентов на 30-40, а после этого объявляется динаминация. Обмен денежных знаков. И это способно вызвать очень сильную массовую реакцию. Очень сильную. Реакцию, которая сейчас непредвидима. Потому что определенные действия, совершенные при определенном состоянии общества, именно при определенном, могут вызвать ту реакцию, которую они не вызвали бы раньше. Вот повышение пенсионного возраста реакции не вызвало. Мы помним. Ну, точнее, она была... Вознимаемая вещь, на самом деле. Я думал, почему. Я бы понимал, что люди, на самом деле, до конца не могут. Возраст повысили, как бы в голове не упаковывались. Для молодых вроде далеко. Непонятно. Для тех, кто уже пенсионеры. Для тех, кто пенсионеры, значит. Совершенно верно. Вот так это и происходит всегда. Мы понимаем, что произошло только тогда, когда событие совершилось. Но еще накануне этого события мы можем вполне себе говорить, что все зацементировано, все стабильно. Давайте пример Белоруссии возьмем, где все было зацементировано по хлещу, чем в России. Да, мы знали, что будут протесты 10 августа. Мы знали, не было сомнений. Но такого масштаба протеста, такую длительность... На мой взгляд, их вызвал самого Кошенко. Я с вами согласен. Достаточно было не избивать и не пытать людей первые три дня, а как-то по-другому с этим. Я с вами согласен. Не пришел в такой фатальный кризис. Но ошибка была совершена. Это ошибка, которая для него может действительно оказаться фатальной. Спасибо. Что касается России, здесь довольно много людей, которые охотно совершат все возможные и невозможные ошибки. Я думаю, вы в этом не сомневаетесь. Я не сомневаюсь. Поэтому, с одной стороны, мы имеем систему, которая окукливается, и элементы, которые думают о самовыживании. С другой стороны, мы видим общество, которое уже разгречено. И мы смотрим на его состояние нынешнее, которое выглядит отупелостью, моральная нечувствительность. У меня ощущение, что на самом деле, если смотреть за реакциями бытовыми людей, их раздражение чрезвычайно велико. Чрезвычайно велико. Да, вот это мем допошливый. Да, чрезвычайно велико. И отношение к власти выражается очень коротким, одним коротким словом, достали, они нас доставили. Ну да, 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 совершенно верно. Ну, конечно, это все готово прорваться. Я не знаю, что послужит тем триггером, вот той соломинкой, которая переломит горб перблюда, той каплей, которая переполнит... А может, и ничего не послужит. Я считаю, что это фактически уже неизбежно. Я фактически неизбежно. И будут, видимо, два триггера общенациональных. Первый будет связан с экономикой. Вот, допустим, деноминация рубля. Это вызовет очень сильные реакции. Если это, конечно, решаться сделать. Потому что все готово уже для этого. Для этого все готово. Война. Война, да. Но сейчас как раз наша верховная власть, в отличие от 2014 года, не готова воевать. Это очень важно понимать. Ну, это по Карабаху видно, собственно. Любой ценой избегают эскалации. Совершенно верно. Причем источник этой вялости это сам Владимир Владимирович. Это совсем не тот президент, который был в 2014 году. Это знает его окружение. Он не хочет. Да, и найти ли воевать с Турцией, это не Украину, как говорится. Ну, у Турции превосходная армия, конечно. Одна из лучших. Потоптать. По крайней мере, вторая, это совершенно точно. А может быть, даже и первая. Это не дает... У американской вторая, наверное, все-таки. Да, да, и это оценки европейских экспертов отнюдь не наши. Поэтому это было бы чрезвычайно опасно. Поэтому вот и политический триггер – это начало процесса транзита. Понимаете, когда те бульдоги под ковром вдруг понимают, что кто-то из них проигрывает, у них возникает естественное желание использовать ресурс, обратиться к обществу. Понимаете? Да, это вполне естественная политическая технология. Но когда общество включается в процесс, игра становится непредсказуемой. Потому что вы можете зубную пасту из тюбика выдавить, как это сделал в свое время Горбачев, но вы никогда не сможете ее обратно запихнуть в этот тюбик. Так что, с моей точки зрения, нас ожидает удивительно богатый событие конец этого года и следующий год. Как вы оцениваете деятельность методологов, которые взяли под контроль политический сегмент внутри России? Я немножко знакомился с их деятельностью и творчеством еще в то время, когда они были столь влиятельны политически. У меня это всегда вызывало иронию, честно вам скажу, то, что я видел. Возможно, я чего-то недопонимал. Но мне показалось, что это такая очень странная универсалистская претензия на создание не то квази-идеологии, не то квази-религии. Это не совсем религия. Там нет такой задачи. Я даже участвовал на скольких мероприятиях. И что, и какое у вас есть? Это просто управление. Просто управление? Это просто единственная задача методологии, это управление и распределение ответственности за принятие решения. Это может быть из рациональной точки зрения, подхода. Но есть одна особенность, характерная для такого сектантского мировоззрения. Оно, кстати, очень распространено в России. Не важно, идет ли религиозная или квази-религиозная секция, группа. Когда вы к чему-то привержены, к какому-то комплексу идей, пусть в своем изводе вполне себе рациональных и даже потенциально эффективных, для вас это превращается в символ веры. Когда для вас это превращается в символ веры, вы пытаетесь эту идею, которая не универсальна, потому что универсальных идей, как правило, не бывает, в сфере управления это точно, распространить всюду. Вы начинаете выступать оппонентом или гномить все те идеи, которые альтернативны, понимаете? И это превращается действительно в квази-хорошо, не религию, квази-сектантство. Это вообще характерно, опять же, для российской политической и культурной жизни, ну, по крайней мере, с 19 века. Троцкизм, например, допустим. Да, и не только. Много об этом было написано там в сектанстве, кстати, российской интеллигенции, это тоже, мне кажется, верно. И вот вы имеете такую секту, ну, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Если вы лояльны этой секте, это вам поможет в продвижении. Если вы не лояльны этой секте, да, это вам начинает мешать. Ну, конечно, это упрощение, потому что есть другие мотивы, личные мотивы, корпоративные, в первую очередь, материальные мотивы. Исходя из того, что вот вы описали, получается, что вся эта система, не имеющая смыслов развития… А у нее нет смысла развития. Не имеющая, точнее, имеющая внутри себя взаимоконкурирующие группировки с разными тактиками, не стратегиями, а именно тактиками достижения власти. Имеющая чисто объективно, без каких-либо оценок, дряхлеющую высшую власть. Ну, просто ход времени неизбежит. При всем уважении, как говорится, к Владимиру Владимировичу, да, время-то оно, ведь есть время, да, она является невероятно хрупкой. И зависит от того, что кто-то внешний, допустим, кто-то членов какого-то вот вашего этих обществ, где-то попивая какой-нибудь там двухсотлетний коньяк там… Арманьяк, да. Да, арманьяк скажет, слушайте, ну, можно с этим уже закончить. И вот толчок пальцем, вот это что за толчок пальцем может быть? Это, вы знаете, задаете очень хороший вопрос, это вопрос о триггерах. Дело в том, что, как бы ни было, это система… Он внешний или внутренний? Это всегда сочетание. Здесь не может быть только внешний… С помощью только внешних вы никогда не сможете систему разрушить, особенно в такой инерционной стране, как Россия. Она обладает все-таки очень высокой инерционностью. А хотят ли ее разрушить? Надо ли вот этим вашим обществом? Уже да, уже да, они вступили в конфликт. И это очень важно понимать. У них не было конфликта с Путиным. Вот это вот отравление, все, что вокруг отравления Навального, это проявление этого конфликта? Это, возможно, и нет. Но есть другие обстоятельства, в которых разные непубличные организации участвуют. Они вступили в конфликт персонально с Путиным и с кремлевской элитой. Произошло это сравнительно недавно. Это года два-три всего назад произошло. То есть, не из-за Крыма, не из-за Украины. Нет, Крым и Украина им не очень нравились. Но, в общем, они не питали какой-то из-за этого десинкразии. А вот я не знаю, что произошло в 1917 году. Я просто этого не знаю. Но 1917 год стал в каком-то смысле поворотным для взаимоотношений. А в этом году они вступили в открытый конфликт. Но они, когда действуют, эти непубличные организации, они всегда действуют вообще через людей, через институты. Это инструменты. У них есть инструменты в России. Причем, речь не идет, допустим, а вот она с вами условно. Это инструменты, которые интегрированы. Я как левый радикал противник элиты. Просто онтологически привыкли к такой видению мира. Я понимаю, я боюсь, что процесс ее воспроизводства встроен в саму матрицу историю. Понятно. Это я тоже прекрасно понимаю. Хотя я с вами согласен в том, что элита, особенно в России, должна получать уроки исторические. Это очень важно. Для того, чтобы следующее поколение, тех, кто будет править Россией, было гораздо более чувствительно к требованиям и чайным обществам. Есть вилка, которую товарищ Сталин очень хорошо понимал. Управление способом управления элитой, либо позитивное сознание этой элиты, ответственность, но это очень долгий процесс, либо террор. Террор это ясное и понятное. Сейчас, видите, не работает ни то, ни другое. Вот если мы с вами о методологах заговорили, и вообще Кириенко, то, как мне сказал один человек, его неплохо знаешь. Понимаешь, если бы он с этими идеями пришел 20 лет назад, то, возможно, мы бы сейчас уже умели действительно там слои технократов, компетентных технократов. Но, говорит, сейчас уже у нас не осталось исторического времени. Ну так вот, значит, вот эти непубличные организации, да, они вступили в конфликт, но они исходят вот из чего, что как бы они не пытались влиять, у них есть такие возможности, судьба страны будет решаться здесь, и будет решаться именно народом России. Они сторонники принципа свободы воли, это очень важно. То есть, они осознают прекрасно ограниченность любых манипулятивных механизмов. И говорят, что народ это та субстанция, которая себя внезапно проявляет, и они вот мне, допустим, приводили в пример ту же самую Белоруссию, где никто ничего подобного не ожидал. Ни в Кремле этого не ожидали, ни Лукашенко не ожидал того, что... Я сейчас перечитываю, пусть меня простят за эту повтору, жизнь Клима Самгина, где этот процесс показан, вот вам крестятся, и государя шапки ломают, и готовы Самгину дать в рожу за то, что он дерзко смотрит на царя, проходит несколько лет, и те же самые люди ведут царя в подвал и говорят, встань в стену. Совершенно верно. Кстати, это недооценённость, с моей точки зрения, роман, недооценённая. Как энциклопедию. Да, совершенно, и некоторые параллели более чем прозрачны. Решать всё равно будет общество здесь. То есть можно попытаться, там, условно, надавить извне, они давят, у них есть такие возможности, они давят. Экономические? Они будут стоять за санкциями, то есть когда пойдут санкции именно против российской элиты, это будет их заслуга. Ещё много чего они способны сделать, но сюда они не могут зайти и сказать, там, люди, давайте мы выступим против правителей. Сейчас задам предельно дурацкий вопрос. Это люди враги России или друзья России? Знаете, мне кажется, их не очень занимает вообще судьба. Судьба России их интересует нечто другое. Свобода воли. Свобода воли. Это очень сильный концерт. Их интересует в конечном счёте поддержание некого баланса. Тут очень важно, что иметь в виду. Было время, когда вот эти 16, полторы дюжины, может быть, этих непубличных организаций находились в конфликте. Но постепенно они отказались от конфликта, они движутся параллельными курсами, иногда сотрудничают, иногда нет, но не вступают. Говорит, наша цель поддержания баланса. Условно, мировой гармонии, если хотите. Каждый это видит по-своему, но тем не менее, как-то они умудряются это делать. Поэтому они хотели бы баланса. Они считают, что именно кремлёвская элита сейчас этот баланс нарушила, в том числе в самой России. Понимаю, опять же, что это звучит довольно странно и по-вегетариански, но они не составляют мирового правительства. Нет его, не существует. Видимо, в силу просто невозможности его организовать. И в силу того, о чём мы с вами говорили, в силу наличия свободы воли. Свобода воли и человека, а тем более свобода воли народа, когда народный суверенитет реализуется, в полном, в первичном смысле слова, способный разрушить всё. Изменить порядок. Я вспоминаю одну из планёрок в Независимой газете, где Виталий Третьяков, к которому я отношусь с большим уважением, это мой учитель в журналистике, он рассказывал о своём разговоре с Хакамадой, которая тогда была наверху власти, она была вице-спикером Гошдумы, по-моему, и она заговорила о мировом правительстве. И Третьяков, которому склонна такая вот ирония, он её спросил, а на какие, собственно, пакеты, на какие портфели мы претендуем? И Ирина Матсоновна на полный сервис сказал, ну, в частности, наш портфель – это вот утилизация отходов. Вот Россия – это огромный доход, там, и так далее, и так далее, и так далее. Проблема-то в том, что они, мне кажется, верят в мировое правительство. Вот, вы понимаете, какая штука? Что они считают, что это в Нью-Йорке, или в Лондоне, или в каком-то самолёте, курсирующем там между Токио и… Это колоссальная когнитивная проблема. Значит, у нас по опросам, то есть, на половину населения в стране верится, существование мирового правительства. Но в эту половину входит весь российский эстеблишмент. Понимаете, в чем дело? В этом главная проблема. В этом проблема. Если бы он ввел политику, исходя там из неких, ну… Ценностей. Ценностей, из неких национальных, общественных интересов, у него было, не было никаких проблем. Он было бы наплевать на существование любых организаций. На любых. Конечно. Как бы они ни назывались, как Сталину был наплевать. Каким бы влиянием они ни обладали, некоторые из них очень… Ну, есть и есть. Ну, и что? Нам это никак не вредит. У нас это никак не вредит. Есть советские солдаты, которые, как говорится… Ну, как только вы сомневаетесь в своей легитимности, у них есть неуверенность в том, что они правят по праву. Глубинная неуверенность. Вы начинаете искать настоящих… Кольцо всевласти. Вы начинаете искать настоящих правителей этого мира. И вы вдруг узнаете, что эти организации существуют. Да, они существуют. И вы пытаетесь… Думаете, сколько стоит туда зайти, да? Сколько запошлять? Сколько запошлять? Сибэк, может быть, отдать? Или сибирскую тайгу? Состоянием с ужасом обнаруживают, что за деньги вы туда вступить не можете. Не в состоянии. Так, может быть, можно за гигантские деньги. Может быть, есть какие-то другие пути. И у них есть от этого, в общем, неуверенность в себе. Эта неуверенность никуда не девается. Это одна из несущих ментальных конструкций российской именовласти. Они пытаются… Поэтому так часто прибегают к репрессиям и к брутальному тону и вообще к брутальным линиям поведения, что они пытаются внушить себе уверенность в собственных силах. Это очень важно. Вы знаете хорошо из жизни, что сильному человеку не надо всюду демонстрировать свой мачизм, собственную брутальность. И если он демонстрирует, пытается показать, что он крутой пацан, значит, в нем есть какой-то очень серьезный внутренний изъян. Вот это и сейчас происходит с российской властью. Она очень боится. Она очень боится, на самом деле, перемен. Она очень боится, что ситуация выйдет из-под контроля. Она много чего боится. Она боится того же самого Запада. Ей казалось, что она его купила, коррумпировала. И это работало успешно. А вдруг выяснилось, что там есть какие-то ценности, что там есть организации, которые невозможно коррумпировать. Что тех, кого она коррумпировала, могут взять и уволить. Да, совершенно. А он на выборах проиграл. Опа. А Берлускони, значит, оказался в заключении. Или жрет. Пожалуйста. Перестал быть канцлером. Перестал быть канцлером. Да, и сейчас в него там чуть ли не плюют. Или Трамп там на грани. Совершенно верно. Трамп проиграет выборы, допустим. Думайте, кстати, проиграет, да? Я не знаю. Я действительно не знаю. Знаю только, что Кремль прилагает все усилия для того, чтобы он эти выборы выиграл. Но в этот раз не под чужим флагом. И вот этот весь компромат, который на Байдена вбрасывается сейчас, он идет там обычно от украинцев, это все связано с нами. Очень страшно, да, Байдена? Очень страшно видеть. Бояться, да. Причем последствия именно для элиты. Бояться, что возьмут ее за эти самые болс, как американцы говорят. И прищемят так, что уже не выпутаешься. То есть они готовы всем, чем будут. Они готовы пожертвовать чем угодно, кроме своих активов. И знаете, что происходит? Очень интересная вещь. Когда они последние два года стали переводить активы, условно цифровые, это материальные. Да. То есть это не только покупка недвижимости, отнюдь. Это они хранят свои активы за границу материальным видом. Это тонны долларов. Тонны. Это тонны золота. Десятки тонн. Понимаете? Это кубические тонны, да? Я слышал про эти ячейки в швейцарских банках. Это нет, это в виде винных хранилищ. А, вот так даже. Какие ячейки? Нет, нет ячейки. То есть такой брейкинг-брейкинг-брейкинг-б. Поддонны долларов, да? И почему? Вот психологическое чувство у них, им надо это видеть. Когда они смотрят на... А там картины, кагентам, сезон, там, не знаю. Это я не знаю, как я думаю, что могут хранить и это. Но уж когда они смотрят условно на проводку банковскую, ну, это для них абстракция. Им надо видеть это. Щупать, гладить вот эти вот поддоны, да, контейнеры. Вот это доставляет им такое, знаете, физическое, физическое... Как ждет какой-нибудь развратник, молодое свидание с развратницей лукавой. Так же я встречусь с вами, да, как скупой рыцарь. После того, как, значит, стали вскрываться эти офшоры, выяснилось, что можно просветить, что американская разведка имеет доступ. Они решили переводить все это физически. Да, решили переводить физический вид. И, в общем, довольно успешно переменю. Эти африканские анабазисы и внезапный поход в Африку... Вы абсолютно попали в точку. Вот абсолютно попали в точку. Чем это недоступнее, тем лучше. Африка – это нынешняя Латинская Америка нацизма 40-х годов прошлого века. Она сейчас играет точно ту же самую роль. И когда вводятся санкции против Пригожина, да, вот американцы ввели, а сейчас Евросоюз за его якобы ливийскую кампанию, на самом деле Пригожин – ключевой агент. Но у него нет никакой самостоятельности. Это абсолютно чепуха. Это просто инструмент верховной власти. И одна из его функций – вот именно та, которую мы с вами сейчас обсуждали. Создание Агессы. Создание баз. Организация США, Эймали, ГСС, Англии, Кюрикина. Да, создание баз, абсолютно верно. И там есть места в Африке, где они эти базы создают довольно успешно. Ири, мне кажется, мы все обсудили, очень дали ясную картину эпохи и времени. И остается только последний вопрос. Главный русский вопрос, сформулированный в Великом русском романе. Что делать? Мы делаем то, что мы можем. Давайте так. Мы делаем то, что нам подсказывает наша совесть, наше гражданское чувство и наше чувство ответственности перед своим народом и перед нашей Родиной. Наверное, мы делаем еще не все. Потому что если бы мы сделали все, даже сверх того, то, наверное, ситуация бы стала меняться. Значит, нам надо сделать еще больше. Валерий Соловей был на моем канале, Максим Шевченко. Очень важный, интересный, глубокий разговор. Мы ни к чему не призывали с Валерием Ильичем, правда? Упаси Боже. Да, упаси Боже. Мы просто диагностировали и констатировали. А как это у нас получилось, судите сами. До свидания, друзья. До свидания.